Всем привет! Вы на канале SmartSeven. Новости из мира высоких технологий на каждый день. Сегодня мы поговорим о Xiaomi Mi 11 Pro. Проведем обзор камеры и рассмотрим характеристики смартфона. Все смартфоны стали на одно лицо. Серьезно, согласитесь, даже отказ от фронтальной камеры не является чем-то революционным. И съезжающая на боковую рамку камера Samsung Galaxy S21 тоже не спасает положение. Немного меняют дело складные и разъезжающиеся смартфоны, но есть что-то новое и в моноблоках. Примером может служить Xiaomi Mi 11 Pro, который уже не раз засветился на видео, а теперь показался на живых фотографиях. Он смотрит очень необычно и самобытно, а заодно предлагает некоторые пока не очень понятные функции. Лично для меня его внешний вид сложился в то, что должно называться Pro. Давайте разберемся, что в нем особенного и зачем ему второй экран. Как выглядит Xiaomi Mi 11 Pro? Фотографии смартфона уже несколько дней гуляют по просторам сети. Сначала казалось, что писать не о чем, так как все это уже было. Мы даже говорили, что на YouTube вышел обзор этого устройства. Но со временем история начала обрастать подробностями, а может быть домыслами, и от этого стало еще интереснее. Самый главный вопрос, зачем смартфону нужен второй экран на задней стенке. При том, это не подобие того, что было в Yota Phone, когда он занимал всю поверхность. Тут мы имеем дело с миниатюрным, если не сказать малюсеньким дисплеем. Он находится в существенно выпирающем над корпусом модуле камеры. Пока можно предположить, что его основная задача в том, чтобы показывать мордашку того, кто хочет сфотографировать себя сам. Или выдавать некоторые простые уведомления. Интересно, что на видео, которое вы сейчас смотрите, автор показывает, что на этот экран выводится интерфейс Android. То есть тот, который отображается на основном экране. Говорить о том, что так и надо, я бы не стал. Учитывая его размеры, пользоваться им замен основного просто сложно, а скорее невозможно. Зачем нужен второй экран в смартфоне? Выходит, что версии с уведомлениями и созданием селфи куда более реальны и жизнеспособны. Но стоило ли это того, чтобы занимать дополнительное место на корпусе и еще больше увеличивать модуль камеры? Теперь он выпирает еще больше. Но мне кажется, что это отличная идея. Так смартфон избавляется от многих проблем. Во-первых, он не будет качаться. Во-вторых, он станет симметричным. Держа его вертикально, будет ощущаться тонкий корпус. И даже если перейдешь на горизонтальный хват, то все равно не будешь ощущать выпуклость камеры. Просто с одной стороны он будет толще. Но самое главное, как мне кажется, в том, что таким образом компания смогла развязать себе руки. Все вы знаете, что для камеры в корпусе всегда не хватает места, чтобы фотографии были лучшего качества. Нужно использовать большие сенсоры. Это требует применения большого количества линз. А это толщина и выпирание, которые все стараются сдержать. Если модуль и так стал большим и толстым, производитель может использовать и поставить в него более продвинутую камеру. Надеюсь, что этим Xiaomi и займется. Конечно, если вся эта история не очередной фейк. То есть второй экран хоть и выполняет некоторые функции, но по большому счету, главное из них отличь внимание от большого модуля камеры. Или просто оправдать его размер. Подробности мы узнаем скоро. Но сейчас я могу сказать, что это чуть ли не первый смартфон, который действительно свяжется со словом Pro. Он не такой, как все. Подходит не всем пользователям и имеет продвинутые функции. Каким будет Xiaomi Mi 11 Pro? Пока об этом смартфоне известно не так много. Но кой-как информации у нас все-таки есть. Согласно некоторым данным, модель все-таки будет называться не Pro, а Ultra. Что в целом тоже не так плохо. Его основная камера получит три модуля. Одним из которых будет новый перископ, обеспечивающий увеличение в 120 раз. Зачем это надо, не очень понятно. Но поиграть можно. Характеристики Xiaomi Mi 11 Pro. Разрешение перископного модуля будет составлять 48 мегапикселей. А максимальное оптическое увеличение составит 5х. Впрочем, есть мнение, что будет существовать еще одна модель с более простым перископом. С 50-кратным цифровым зумом. Возможно же все мы увидим две модели. Отдельно Pro и отдельно Ultra. Из остальных характеристик нового смартфона можно отметить 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 766. Ширик на 48 мегапикселей и описанный выше перископ. Диагональ экрана составит 6,81 дюйма при разрешении 2К. Частота обновления, естественно, будет 120 Гц. Чтобы все это питать, емкость батареи увеличится до 5000 мАч. А оба типа зарядки, проводной и беспроводной, будут поддерживать мощность 67 Вт. Также смартфон получит стереодинамики и класс защиты от воды и пыли IP68. Остается добавить только то, что новый смартфон не будет первым обладателем второго дисплея. Подобное уже встречалось и делал это Meizu в 2017 году в модели Pro 7. Посмотрим, как пойдет с этим делом у Xiaomi. Почему-то мне кажется, что он справится лучше. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. В комментариях напишите, как вам новая модель от компании Xiaomi. Следите за новыми выпусками на канале и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok